Здравствуйте еще раз. Вот прошло две недели с тех пор, как я приобрел этот смартфон. И теперь хочу поделиться некоторыми наблюдениями, впечатлениями, а не дизайн. Честно говоря, мне нравится дизайн у этого смартфона. Он не такой замыленный, как у большинства. Не просто кирпич со скругленными углами. Имеет какие-то вставочки, какие-то такие скругления интересные. Хотя, честно говоря, вот эта вставка алюминиевая, или это просто пластмасса, покрашенная серебрянкой или что-то такое, она-то, конечно, может быть со стороны выглядит и неплохо, но при ближайшем рассмотрении она-то отдает и легкую дешевизму. Ну, в целом, можно сказать, и неплохо. Итак, что я могу сказать про этому смартфону за две недели, как он заканчивался. Батарея, да, батарея четыре с половиной тысячи милингер-часов показала себя, в принципе, довольно неплохо. Я, вообще-то говоря, даже переходил, когда задумал покупать смартфон, и меня напрягало вот этот нюанс, что смартфоны очень хорошо пушивают батарейку. Я привык к своему Fly-113 или 100, это уже такая неубиваемая батарея, которой хватает при хорошей эксплуатации телефона, ну, на 10 дней или год. Причем это я слушал и радио, и музыку слушал, и звонил, и фонариком пользовался довольно часто, и, ну, в общем, использовал как рабочую лошадку, так сказать. При умеренном использовании две недели. Поэтому я и выбирал смартфон с большой батареей, вот, хотя эта батарея показала себя неоднозначной, конечно. В первый день, когда я зарядил ее, то мне ее хватило на два дня, этой батарейки. Ну, конечно, я испытывал, все это игрался, там, скачивал Antutu, тестировал, и это все понятно. Потом у меня пошли кое-какие дела, я зарядил смартфон, и пользовался им довольно-таки мало. Вот, даже почти не звонил, ну, было несколько звонков у меня, что-то я немножечко читал книгу, там пару игрушек такое, вот. Ну, в общем, очень довольно-таки умеренно пользовался. Зарядки мне хватило на шесть дней. Последующая зарядка хватило на четыре дня. Ну, в общем, скажем так, что батарея дает, хорошая батарейка дает о себе знать. Вот, при условии нормального, такого, нормальной эксплуатации. Если же забуриться в интернет и в хорошую игру, то расход будет, конечно, вполне стандартный. И батареи хватит, ну, на день, за то же рано. Так, по поводу штатной зарядки Brice, что я могу сказать. Она почему-то мне не внушает доверия, хотя тут и написано, что зарядный ток до полутора ампер. Тем не менее, тем не менее, заряжает она, заряжает она смартфон довольно медленно. И было несколько раз такая ситуация, когда зарядка доходила до 99% и последний процент никак не мог, так сказать, набраться. Вот, когда я смартфон подключил к ноутбуку, то этот процентик очень быстро, так сказать, пришел в себя, стало 100%. Также я пробовал другую зарядку какого-то телефона. Да, 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 это да, как раз-таки это от Flyer. От Flyer, от Flyer. Тут у нас зарядный ток. Сейчас я посмотрю, где у нас есть вылечительное стекло. Да, вот вылечительное стекло. Зарядный ток 500 ампер. Тем не менее, зарядил этот смартфон очень хорошо, быстро, до 100%. И в связи с этим я делаю вывод, что зарядка Бравис штатная, отдает левом-досом каким-то. Ну, хотя надпись Бравис присутствует и вид приятный. Ну, и в принципе, она работает. Вот и все, что можно. Задняя крышка сделана из такого матового материала. Такой софт-пластик, наверное, это называется. В принципе, он не очень маркий. Ну, хотя, конечно, если пальцы жирные, то отпечатки остаются. И потом не так просто стереть. Хотя, в принципе, вот я сейчас протерел телефон салфеточкой. Все, пришло вновь. Да, из плюсов, безусловно, стоит отметить наклеенную заводскую пленочку. Наклеена, в принципе, она неплохо. Хотя были у меня претензии. Край пленки, вот с этой стороны, немножечко был плохо наклеен. Пришлось его подрезать ножничками, чтобы прилег вот так до самого стекла. И вот здесь, с края, под пленку попала то ли пылинка, то ли шоу. И так, по дизайну, пожалуй, все. В руке лежит он хорошо. Я боялся, что мне будет неудобно привыкать к такому большому экрану. Палец у меня дотягивается до всех кнопочек. Даже вот одной рукой у меня получается это дело. Давайте я вам покажу тест Antutu, который я провел на этом смартфоне. Вот так, откручиваю Bluetooth, откручиваю Wi-Fi. Вот, буквально полчаса назад было показано 100%. Теперь, теперь, теперь показывает 98%. При этом я сделал один звоночек. И, теперь, больше ничего. Вот, сейчас включил. Да, батарея ведет себя таким образом. Со 100% идет довольно быстро разряд до, наверное, 80%. Потом оно как-то так замедляется, замедляется плавненько. Застревает на 50%. И потом, так же постепенно вот это вот. То есть, сначала со 100% до 80% разряд идет довольно интенсивно. Потом разряд замедляется. Меньше чем 15% я не разрешал ни разу. Пока не было такой необходимости. Читал в отзывах, что после 15%, когда батарея развляется до 15%, телефон в экономном режиме вполне может прожить еще световой день. Так, я надеюсь, что видно. Оценка 21624 балла. Кому-то нравятся эти баллы называть попугаями. Что это означает, на самом деле, не знаю. Ну, какой-то относительный результат. 3D 1196. У X, я не знаю, что ли такое, 7224. КПУ процессор 9036 балла. Память 4168. Камера показывает 13 мегапикселей, одна основная. Память, память, память. Рам тотал 962 мегабайта. Доступно 167 мегабайта. Ну, я уже там понагрузил. Внутренний диск разбит на две части. Я не очень знаю структуру вообще, архитектуру смартфонов. Вот на некоторых смартфонах я видел, что память, флеш-память внутренняя. Одним пуском. И внутренний наградитель общая 4,14 гигабайта. Доступно 1,13. Да, я уже загрузил, так неплохо. Дополнительную флешку я пока не видел. Ридера. Тактовая частота 1300. Разрешение экрана на HD. 720 по 1280. Плотность пикселей 320 BPI. Фронтальная камера 83 мегапикселя. Ну, не знаю, мне этот тест Antutu мало о чем сказал. Я просто загрузил пару игрушек. Для того, чтобы увидеть в деле, как это все происходит. Так, мне посоветовали проверить смартфон. Вот этот смартфон на игре Гангстер Вегас. Давайте я его запишу. Так, запустили игру. Загружаясь с игрой, так довольно грязненько. Учитывая ее размер, по-моему, 2 гигабайта слышно. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ребята, я не игру. Я не знаю, как играть в эту игру. Я ее загрузил исключительно для того, чтобы посмотреть, как работает 3D графика. Что тут делать, я не очень представляю. Ну, сейчас дойдем до какого-то там момента. Не знаю, правда, что-то медленно ездит, потому что брейнвик, потому что какой-то... Ну, в общем, я думаю, любители поиграть в 3D игры могут это сделать. Тем более, что, наверное, настройки можно выставить на более легкие. Так, ну, на этом... Ну, на этом я закончу демонстрацию Ганс Сервекаса. Собственно говоря, я не любитель уже этих игр. Таких. Мне больше как понравится играть такого плана, которые играют более чем достойно. Скажете, зачем я покупал тогда такой смартфон? Ну, потому что батарейка. Это единственный смартфон с нормальной батарейкой. За появленными целями. В Украине. Ну, и так далее. Давайте, мы будем сфотографировать что-нибудь. Фокусировка достаточно быстрая. Детализация приемлемая. Ну, в принципе, как для смартфона, так очень достойное качество. Я даже сделал фотографии ребенка на школьный билет. Распечатываю, по-моему, улучшение. Так, а это у меня фотография на... На-на-на. Видео. Я тоже сделаю вставочку отзываю. Видео, я тоже сделаю вставочку отзываю. út Yaz. «А-на-на-на». Камера мне нравится, под рукой имеется такой фотоаппарат, пригодится. Так что, общее впечатление вполне приятное. Цена, соотношение цена-качество достойная. Купил мне этот смартфон за 3000 гривен. Думаю, что он стоит этих денег. Достойный конкурент Lenovo 5000. Я, когда выбирал смартфон, себе колебался между этим и Lenovo. Ну, победил этот. Такой приятный бонус тоже у этого телефона. В комплекте идет OTG кабель, через который можно подключать различные USB устройства к телефону. Ну, я, честно говоря, за две недели успел попробовать только подключить клавиатуру USB. Она подключилась моментально. Я с клавиатурой набрал текст. Мне надо было набрать пароль. Что-то я тыкал-тыкал, но у меня никак не получалось попасть по нуждам. Буковка я подключила через этот кабель клавиатуру. Быстренько набрал пароль. Таким образом, вывод делаю, что смартфон хороший. Рекомендую к покупке. Спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. До свидания. Всем успехов. За время демонстрации всех пререстового телефона, у нас залетка упала на 12%. Не очень мне понравилось, что я не смог купить нормальный чехол на этот смартфон, потому что конкретно по него производитель еще не сделал. А может быть, сделал это мало. Пришлось купить вот такой вот кармашек. Лучше, чем ничего. Две недели я носил телекон в пленочке. Такой вот супер-боксер. Теперь буду носить вот в таком симпатичном кармашке синего цвета. Достоинство этого кармашка. Одно, то, что он не черного цвета. Продолжение следует...